Решением санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Ураева во всех школах и политехническом колледже приостановлен учебный процесс. Карантин введен и в учреждениях дополнительного образования. Связано это с высоким ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией. Поговорим об этом с председателем комиссии, заместителем главы города Еленой Подбудской. Елена Николаевна, здравствуйте. Я так понимаю, раз введен карантин в городе, эпидемический порог превышен? Какова ситуация на сегодняшний день? Да, действительно, эпидемический порог превышен и существенно. Мы мониторим ситуацию с уровнем заболеваемости регулярно, на постоянной основе. И на протяжении нескольких недель, сегодня будем говорить о статистике 48-й недели, которая была с 25 ноября по 1 декабря, то если брать в сравнении 47-ю и 46-ю, то, конечно, 48-я неделя дала более такой активный всплеск уровня заболеваемости. И по итогам 48-й недели было зарегистрировано около 500 заболевших, как детского, так и взрослого населения. Опасения вызывают у нас все-таки большой достаточно такой скачок и рост. Это уровень заболевших коронавирусной инфекцией. 61 человек был зарегистрирован за 48-ю неделю. И это количество постепенно увеличивается, начиная с 44-й, 45-й недели. Не стабилизируется ситуация, поднимается уровень заболеваемости, то есть идет распространение. Мы фиксируем это и понимаем в результате анализа. К сожалению, большее количество заболевших коронавирусной инфекцией – это взрослые населения. Есть несколько человек госпитализированных. Они средней тяжести не очень в такой тяжелой форме переносят. Но госпитализация нужна под наблюдением, потому что есть люди как маленького возраста, так и люди категории 60+. В остальном, конечно, в своей массе – это люди, заболевшие коронавирусной инфекцией, переносят ее амбулаторно. Точно так же мы наблюдаем и рост внебольничных пневмоний. Появилась опять у нас пневмония. К сожалению, заболевших тоже достаточно много. Порядка 20-30 человек. Все случаи лечатся амбулаторно. Радует, что детское население болеет в легкой форме. Но, однако, мы фиксируем заболеваемость. И в той или иной мере в каждой образовательной организации есть случаи заболевших пневмонии, которые дают очень быстрое распространение. Если говорить об ОРВИ, эта инфекция тоже набирает обороты. Мы фиксируем хороший рост уровня заболевших. Несмотря на все меры, которые мы предпринимали, начиная буквально с начала учебного года в образовательных организациях, это и кабинетная система, это и ограничения массовых мероприятий. То есть мы разрешали проводить какие-то мероприятия с количеством до 50 человек с соблюдением всех норм профилактики. Это и контроль за разведением действий средств в правильном объеме, в правильном составе дозировки, чтобы правильно обрабатывать помещение, проветривание помещений. К сожалению, идет распространение. Мы это видим. Поэтому было принято решение на заседании СПЭК закрыть все общеобразовательные организации, это школы, в том числе и окружное подчинение, школа-интернат и наш колледж. Если школьники переведены на дистанционное обучение, то детские сады продолжают работать. Какие меры профилактики проводятся, чтобы избежать высокого роста заболеваемости среди малышей? Дошкольным образовательным организациям мы порекомендовали ввести групповую изоляцию. То есть дети не перемешиваются между собой. Их привели. У них в каждом саду, вы знаете, у нас отдельный вход. То есть родители привели детей, и все время дети находятся в своей групповой ячейке. Принимают пищу. Там же проходят физкультурные занятия, музыкальные занятия. То есть они не пересекаются в одном каком-то помещении большом для того, чтобы как раз таки изолировать общение детей и распространение этой вирусной инфекции. Для сотрудников детского сада обязательный масочный режим, обработка, дезинфекция, проветривание. Елена Николаевна, какие еще ограничительные меры приняты сегодня в образовательных учреждениях? То, что дети выведены на дистанционную форму обучения в школах и в колледже, это самая основная мера. Мы разграничили общение, разорвали эту цепочку передачи вируса, инфекции и так далее. Это первая, самая основная мера. Вторая мера. Мы продолжаем дезобработку всех поверхностей. В любом случае в школах и в колледже проводят дезобработку, потому что взрослые приходят на работу и работают. Далее мы запретили проведение всех массовых культурно-массовых, зрелищных, спортивных мероприятий. Ограничили работу дополнительного образования, то есть центр дополнительного образования, все секции, кружки, спортивные, клубные формирования в сфере культуры у нас тоже не работают. А частным предпринимателям мы рекомендовали, мы не можем их заставить и запретить им работу, так как это их доход, это их бизнес. Поэтому мы рекомендовали им ограничить количество детей в группах и взрослых тоже, потому что у нас частные предприниматели работают, в том числе и платные услуги оказывают взрослому населению. Рекомендовали мы точно так же всем предпринимателям, которые осуществляют продажу продовольственных товаров, чтобы в магазинах продавцы использовали маски, масочный режим, ну и точно так же режим проветривания, обработки. Внебольничная пневмония, рост коронавирусной инфекции. Скажите, насколько учреждения здравоохранения готовы сегодня к большому потоку пациентов? Учреждения здравоохранения готовы, Уральская городская клиническая больница. В свое время, когда у нас была пандемия, прошло это испытание, достаточно мест для госпитализации, достаточно препаратов, лечебных препаратов, врачей достаточно. Ну, если какие-то очень сложные случаи, тут наша медицина тоже очень быстро срабатывает, и благодаря медицине катастроф, если есть необходимость, то госпитализируют санавиацией. Если будет необходимость, конечно, мы откроем дополнительные койки, опыт у нас тоже такой есть, но очень верю, что меры, которые мы приняли, помогут нам избежать все-таки дальнейшей тенденции к росту заболевания, и не будет такой необходимости открывать дополнительные койки или привлекать еще какие-то ресурсы. Хочу отметить, что на территории города Урая ни одного случая гриппа не зафиксировано. Это нас радует, потому что случаи гриппа достаточно сложные последствия несут, это осложнение, поэтому хочу поблагодарить всех работодателей, всех неравнодушных жителей, которые прошли вакцинацию, и таким образом мы констатируем факт, что все-таки вакцинация от гриппа помогает не заболеть именно этой вирусной инфекцией. Говоря о вакцинации, как прошла прививочная кампания у нас в городе? На протяжении многих лет мы анализировали, как у нас была организована прививочная кампания и сделали вывод, что образовательные организации, детское население нужно вакцинировать сразу же, как они только выходят у нас с летних каникул, приходят после каникул в школы, в детские сады, приезжают из отпусков, мы начинаем эту прививочную кампанию, заранее отрабатываем с округом, чтобы нам привезли необходимое количество вакцины для детского и взрослого населения и поэтапно начинаем вакцинировать. Вот благодаря, мне кажется, такой ранней профилактике и такому максимальному охвату детского населения в первую очередь, потому что все-таки распространение у нас идет сначала детских коллективов, потом уже переходит на семьи и, соответственно, на взрослые коллективы. Вот благодаря такой работе, более ранней вакцинации, нам удалось избежать, если вы помните, в прошлые года мы карантины объявляли уже в конце сентября, и в октябре такие периоды были. В этом году, вот только в начале декабря нам пришлось пойти на такие крайние ограничительные меры. Поэтому вакцинация имеет место быть и все-таки она помогает не заболеть гриппом. Елена Николаевна, Вы сказали, что ситуация под контролем специалистов. Как проводится мониторинг заболеваемости в образовательных учреждениях? Если такая краткая схема, то образовательные организации по факту предоставляют информацию, то есть утром дети пришли, всех посчитали, посмотрели, кто отсутствует. Либо родители сами предупредили, либо классный руководитель выходит на связь с родителями, подает информацию сюда, к нам в администрацию, в отдел. Точно так же дошкольные образовательные организации, колледж, школа-интернат. Это то, что касается детского населения. Далее сверху проходит фельдшер образовательной организации непосредственно с городской клинической больницей. И там же городская клиническая больница нам дает информацию по уровню заболевших и количеству детей, обратившихся непосредственно за помощью медицинской. Есть такие случаи, когда ребенок не пришел в школу, родитель посчитал, что он там один-два дня проведет дома, напишу заявление по уважительной причине. Мы их тоже стали считать как заболевших, потому что, несмотря на то, что не обращаются дети за медицинской помощью, мы четко понимаем, что они не просто так сидят дома. Точно так же фельдшер дает нам понимание, кто заболел пневмонией, кто заболел коронавирусной инфекцией, кто просто ОРВИ. Есть рекомендации Роспотребнадзора, при каких количествах, в какой последовательности необходимо закрывать класс на карантин, либо школу на карантин. То есть вот вследствие вот этих методических рекомендаций, цифровых данных, которые мы собираем, анализируем, мы принимаем определенные решения. Елена Николаевна, ну и в завершение нашего разговора ваши советы у райца. Хотелось бы пожелать всем жителям заботиться о себе, мыть руки, регулярно проветривать помещение, где вы находитесь, беречь себя. Если вы чувствуете, что заболели, сразу же обращаться к врачу, не затягивайте. Большое спасибо, Елена Николаевна. Телезрителям напоминаю, что сегодня об ограничительных мерах, связанных с высоким ростом заболеваемости вирусными инфекциями, мы говорили с председателем Санитарно-эпидемической комиссии при администрации города, заместителем главы урая, Еленой Подбудской.